МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня к нам пришли наши постоянные зрители, зрители всех спектаклей, обучающиеся школой гимназии номер 18 города Донецкого, Рашиловского района. Они вместе с нами растут, растут вместе с нашим театром и как зрители. И мы очень надеемся, что они растут и как читатели произведений классиков. Особое внимание в театре уделяется подбору репертуара. Все постановки необычны, и сегодня ребята представили уже полюбившийся многими спектакль «Читаем Чехова», где каждый может найти что-то для себя, прочувствовать, переосмыслить. Мы сделали этот спектакль во имя того, чтобы вообще наша молодежь, наше молодое поколение вообще читало классическую литературу. Всящие молодые люди тотчас принялись за древнюю лоплю. Я рад, что мы наконец одни. Мне нужно сказать вам многое, очень многое. Когда я увидел вас в первый раз, у вас прием! Своих обучающихся театра «О» к этому приучаем с первых дней посещения нашего коллектива. Все те спектакли, которые мы успели поставить за этот пока еще небольшой возраст наш, пять лет, в любом случае сначала дети читают произведения. Конечно, классику играть детям сложно, но даже по возрасту, по своим физиологическим, психологическим особенностям. Но у Чехова-то есть ранние Антоши Чеханте, и тут мы, конечно, на этом сыграли. Я давно уже собираюсь поговорить с вами, мам, в пути. Скажите мне о грабе, ради всего святого! Что вы хотите сделать с моей дочерью? Легко ли это все играть на сцене? Для меня это легко играть, потому как Варенька похожа на меня, и я могу ее играть правдоподобно. Я знаю, я такое переживала, и поэтому мне это легко. А на тещу я не совсем похожа, потому как у меня еще не было опыта в такого рода семейных отношениях. И я пытаюсь играть так, как мне рассказывали мои друзья, родственники, родители и преподаватели, конечно же. Как создавался этот спектакль? Читаем Чехова. Из чего исходили? Какие рассказы подобраны? Ну, мы выбрали, наверное, самые известные рассказы юного на тот момент писателя Антоши Чеханте, когда его литературный путь только начинался. Как дети воспринимают серьезное? Конечно, через юмор. Детям должно это быть понятно, доступно, легко. И вот те рассказы, которые мы выбрали, они как раз-таки детям очень понятны. Постановкой «Читаем Чехова» юные артисты могут гордиться, ведь этот спектакль уже имеет несколько наград. Он был номинирован в числе победителей открытого детского фестиваля «Вдохновение». Также отмечен наградой на международном уровне. Фестиваль в Ростове-на-Дону называется «Хрустальное сердце мира». Фестиваль международный. Достаточно много было у нас конкурентов. И, вы знаете, впервые мы столкнулись с открытым голосованием. И вот ведущие объявляют, что сейчас мы увидим оценки жюри. И мы не успеваем даже поволноваться, и жюри поднимает все десятки. Это, конечно, было для нас очень высокой оценкой, потому что спектакль еще не до конца отработанный. То есть мы его показывали не так уж и часто на зрителя, а тем более не выносили на суд жюри. Но это достаточно высокая оценка. Мы очень рады и будем продолжать двигаться в том же направлении. Спектакль получился легким, динамичным и, конечно же, смешным. Юные артисты старались как можно ярче передать свой образ, прочувствовать всю ту глубину происходящего на сцене, донести самые сокровенные мысли Чехова. Чему в первую очередь учит этот спектакль и, конечно же, ваш персонаж? Этот спектакль показывает нам пороки людей. Чехов высмеивает пороки и при этом никого не оскорбляя, не обижая. Также читаем Чехова. Это спектакль, который сразу же выявляет всю суть человека. Как он проявляет себя в таких ситуациях или в совершенно других. Показывая эти спектакли подросткам, детям восьмых, девятых, седьмых классов, а всем интересно, потому что это все доступно и понятно. Мы, конечно, тоже ставим цель, может быть, чересчур глобальную, но а вдруг, а вдруг дети, те, которые пришли к нам на спектакль, скажут, а что еще Антон Павлович написал в юном возрасте, а что еще интересного у него можно позаимствовать найти, кроме школьной программы. Ну вот надеемся, что такие наши глобальные мечты тоже осуществятся. Благодаря вот такой легкой, юмористической, в меру ироничной, сатирической постановке читаем Чехова. Чехова.